Монахиня Георгия Каледа Выход отца Глеба на открытое священническое служение Начало перестройки в конце 80-х было начало падения коммунистической власти. Стали сбываться слова моего отца, священномоченника Владимира Амбарцумова, что советская власть есть явление временное. В церкви дали некоторую свободу. Был упразднён Совет по делам религий при Совете министров СССР. Это означало, что не стало уполномоченных, которые вмешивались в дела в церкви и решали, кто может быть священником, а кто не может. Священник допускался к служению только при наличии регистрации от уполномоченного. Отец Глеб, будучи доктором наук, профессором, в то время шансов получить регистрацию не имел. Владыка Иоанн перед смертью дал отцу Глебу ставленную грамоту, что он его посвятил священнике. Правда, он указал не 1972 год, а какой-то более поздний. И отец Глеб решил, что ему надо окончательно уходить на пенсию и переходить на открытое служение в церкви. Это, конечно, было сложно. Он стал консультироваться со многими священниками, например, с покойным владыкой Сергием Соколовым. Тот всячески старался познакомить его с кем-то, кто мог бы оказать помощь в выходе на открытое служение. Приехал владыка Герман Тимофеев. Сейчас он архиепископ Волгоградский и Камышинский. Глеб ему сказал, что он священник. Владыка говорит, я вас возьму к себе. Но в это время он был за рубежом. А когда вернулся, отец Глеб уже вышел на открытое служение. Отец Глеб советовался с отцом Александром Салтыковым. И тот ему сказал, что знает человека, который может поговорить с патриархом. Этим человеком оказался егумен Иоанн Экономцев, с которым отец Глеб вскоре познакомился. И через него 19 августа 1990 года подал прошение патриарху. По словам отца Иоанна, святейший признал священство от отца Глеба, очень положительно отнесся к прошению, но никого распоряжения не последовало. Отец Глеб оставался профессором-консультантом в Нигни и был очень удручен, что нет никакой реакции. В сентябре 1990 года свящейший патриарх объявил, что с 1 октября он не признает прав уполномоченных вмешиваться в дела церкви и давать регистрации священнослужителям. В конце сентября к нам домой позвонил владыка Арсений и сказал, что 1 октября он приглашает отца Глеба на прием в Московскую патриархию, где сообщил ему, что святейший благословил отца Глеба переходить на открытое служение. Отец Глеб пошел за документами к отцу Матфею Суднюку. Отец Матфей удивляется, а служить-то вы умеете? Отец Глеб говорит, что умеет, но только не панихиды и молебны, потому что в каждом храме они служатся по-своему. Для практики его направили служить в храм Илии Обыденного. Он пришел туда в пятницу в рясе с крестом, передает документы настоятелю, отцу Алексею Ларину. Увидев его в рясе, все крайне удивились. Староста Виктор Иванович Горячев сказал, что это вы так нарядились. Отец Алексей предложил идти читать с ним вместе Акафист. Так что открытое служение отца Глеба в нашей русской православной церкви началось чтение Акафиста иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» в храме Илии Обыденного. За несколько лет до этого отец Павел Троицкий открыл отцу Александру Егорову, что Глеб священник. Отец Александра принял это очень тепло. У них вновь установились духовно близкие доверительные отношения. Если Глеб оказывался в Обыденном на литургии и служил отец Александра, это было, как правило, ранняя литургия в правом пределе, отец Александр причащал его в алтаре. Из той четверти огнечной проспоры, которыми причащаются священники. Отец Николай Важнов, в то время диакон, увидев это, сказал, что отец Александр так уважает Глеба Александровича, что причащает его как священника. В те годы был такой курьезный случай. Папина духовная дочь Наташа Сахарова, в будущем схемонахиня Екатерина, подала в Обыденном записку о здравии, в которой были поименованы Ирей Глеб, Лидия и все члены нашей семьи. Эту записку в алтаре стал читать Сергей Савич Драгунов, профессор химии, который сразу же догадался, кто имеется в виду, и обратился с вопросом, что это значит к отцу Александру. Толк был в растерянности. Но Сергей Савич, зная историю русской православной церкви XX века, все понял. Окончательно из гнии отец Глеб ушел в январе 1992 года, хотя новый директор даже предложил ему совмещать священническое служение с научной деятельностью, но он от этого отказался. Так началось открытое священническое служение отца Глеба русской православной церкви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова